Продолжение следует... Ну и сегодня мы продолжим разговор о поступлении в Институт биологии Тюменского государственного университета. У нас в гостях заместитель директора этого института Валентина Львовна Рябикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что ежегодно вы проводите школы юного ботаника, микробиолога, ихтеолога и другие. Получается, что вы знаете своих студентов еще до приемной кампании? Ну да, действительно, это так. Так, многие студенты, которые... часто это студенты, которые откуда-то приезжают к нам. Ну, довольно часто так бывает, что становятся нашими студентами. И очень интересно видеть, как они развиваются. То есть совсем из таких еще школьников потом уже приходят к нам и учатся у нас. Давайте напомним нашим телезрителям о том, какие направления существуют в вашем институте. В этом году у нас два направления подготовки. Это бакалавриат биология и ландшафтная архитектура. И один специалитет биоинженерии и биоинформатика. Вот три. Насколько я знаю, два последних направления, они достаточно новые. Расскажите, чем там занимаются ребята? То, что касается ландшафтной архитектуры, это бакалавриат обучения, там идет 4 года. Мы готовим бакалавр ландшафтной архитектуры, квалификация бакалавр по ландшафтной архитектуре. Студенты, дипломные работы они делают по благоустройству и зеленению каких-либо территорий, либо интерьеров. Вот сейчас как раз у них идет защита у наших бакалавров ландшафтной архитектуры. То, что касается биоинженерии и биоинформатика, это еще более новая специальность. Эта специальность там учится 5 лет. Биоинженеры это, если можно так сказать, молекулярные инженеры. То есть их специальность связана с тем, как можно преобразовывать живое, поскольку у нас все-таки биоинженерия. И основными их объектами исследования являются биологические системы. Сколько бюджетных мест есть в этом году и на все ли направления? Да, сейчас вот как раз в этом году впервые нам дали бюджетные места на бинженерию и биоинформатику. У нас специальность 10 бюджетных мест. На ландшафтную архитектуру у нас 25 бюджетных мест. И на биологию также есть бюджетные места. То есть шансы учиться бесплатно все-таки есть? Да, конечно. Это хорошо. А что можете предложить тем студентам, которые хотят обучаться дальше в магистратуре? Какие направления есть там? То, что касается магистратуры в этом году, у нас одно направление, это биология, но три магистрские программы. Зоология позвоночных, экологическая генетика и физиология человека и животных. Вот три магистрские программы. Какие вступительные испытания предстоит сдать студентам для поступления в магистратуру? В магистратуру нужно сдать экзамен по специальности. Он у нас пройдет 27-28. Дорогие абитуриенты, я напоминаю, что мы выходим по будням в 12 часов и в течение 10 минут консультируем абитуриентов, которые хотят поступить в Тюменский государственный университет. Свои вопросы можете задавать прямо сейчас по телефону 54-2014, также на сайте абитуриент.ютмн.ру, либо в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Поступаем в Чунгу. В будущее с лучшими». Как раз-таки мы посмотрели заранее эту группу и выбрали несколько вопросов, связанных с поступлением в ваш институт. Вот некоторые из них. Например, «Здравствуйте, у меня высшее образование в филологии. Хочу поступить на биологию. Заочная форма обучения. Возможно ли это и какие экзамены нужно будет сдавать? И возможно ли сократить срок обучения?» Дело в том, что сейчас у нас в институте нет заочного обучения ни по одному из направлений. Если есть желание поступить на очное, это нужно принести в академическую справку из того вуза, где вы учитесь, того института, в учебную часть нашего института. И там уже посмотрим разницу в учебных планах. Еще таким вопросом интересуются битуриенты. «Здравствуйте, я поступаю на направление биология. Смогу ли я через 1-2 года перевестись в филиал города Ишима на направление педагогическое образование с двумя профилями биология и химия?» Заранее спасибо за ответ. «Здесь также нужно будет вам взять у нас теперь уже академическую справку, так называемая справка об обучении, предоставить ее в филиал. И в филиале вам уже также посмотрят разницу в учебных планах и ответят на этот вопрос. В принципе, вы сейчас можете пока даже прикинуть, какая разница вас ожидает, посмотрев на сайте Тюменского государственного университета планы как раз учебные по тем специальностям, о которых идет речь. Летина Львовна, я слышала, что у вас очень интересная практика для студентов и в не очень обычных местах. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Ну, во-первых, у нас несколько видов практик. Это учебная практика, производственная практика и преддипломная практика. Во всяком случае, это то, что касается бакалавров, биологов именно. На первом курсе мы ездим на практику на Кучак. Это наша база в Ниждетовдинском районе, в 54 километрах от Тюмени. Вот. Потом, после второго курса студенты ездят туда же на Кучак на зимнюю практику на две недели. И в начале третьего курса они ездят на базу, также базу Тюменского государственного университета, которая расположена в Краснодарском крае на берегу Черного моря. Раньше это называлось «Солнышко», сейчас просто филиал. Что касается Севастополя, вы говорили, что там тоже есть возможность пройти практику. Ну, я надеюсь, что сейчас, вот после, как бы, может быть, наш директор съездит, заключит договор на практику, и уже вполне возможно. Там студенты смогут проходить. Вот, например, с Никитским ботаническим садом у нас уже осенью прошлого года был заключен договор на практику, и уже несколько студентов съездили туда на практику, им очень понравилось. Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, где могут работать ваши выпускники? Это в зависимости от специализации. Если мы говорим, опять же, про биолога, в зависимости от специализации и той кафедры, которую они выбирают. У нас 4 кафедры. Кафедра ботаники, биотехнологии, ландшафтной архитектуры, кафедра зоологии, эволюционной экологии животных, кафедра экологии генетики и кафедра анатомии, физиологии человека и животных. Вот, на кафедре анатомии, физиологии у нас 2 профиля, там биохимия и физиология человека и животных. Физиология он просто сейчас называется. И на кафедре генетики у нас тоже 2 профиля, биоэкология и генетика, собственно. На кафедре ботаники, ну это ботаника, и на кафедре зоологии, зоология. То есть вот в зависимости от тех профилей, которые выбирает студент, они могут работать, ну уже как бы сказать вот по этому профилю и работать. Например, если, допустим, биохимические, да, какие-то, ну, то есть навыки, да, студент, в смысле выпускник уже может работать, например, в какой-то лаборатории биохимической, биохимической диагностики, там клинической диагностики, допустим, в медицинских каких-то учреждениях, с физиологией точно так же. Если, например, это ботаники-зоологи, это больше экологическая направленность. Допустим, ну сейчас вот проходит разработка каких-нибудь нефтяных месторождений, да, везде нужны вот предварительные какие-то вот обследования территории, да, и вот зоологи-ботаники. В экологических различных организациях, которые, ну как сказать, занимаются мониторингом, да, то есть вот следят. То же самое генетики, допустим, если генетики, то могут в каких-то либо лабораториях заниматься, либо вот, ну вот, в профильных организациях. Всем известно, что студенческая жизнь характеризуется не только учебой, но еще и внеучебной деятельностью. Расскажите, что вы можете предложить своим студентам? Ну, по внеучебной деятельности, я думаю, даже иногда она затмевает учебную деятельность у нас. То есть студенты, которые приходят к нам, да, и которые открыты к тому, чтобы заниматься творчеством, они находят себе занятия. У нас есть и дебют первокурсника, и студенческие весны, и клуб «Что, где, когда». То есть очень такие разносторонние направленности, то есть интеллект, где есть развитие, где есть свои творческие способности тоже. Спасибо большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Дорогие абитуриенты, но мы с вами не прощаемся. Смотрите нас по будням в 12 часов дня. Всего вам самого хорошего. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»